Всем привет, друзья! Доброе утро! Удивительно, на мосту пробок нет, хотя я еду в час пик. Сегодня наш город готовится к приезду президента Украины, к приезду Слуги Народа Владимира Зеленского. И посмотрим, что будет потом на Токио. Я вам расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Я и Тарас Шевченко. Прохожу сюда возле этого памятника, останавливаюсь. Не знаю, что там мне. Мне очень нравится. Там вон стихи написаны. Надурите сами себе учителев, читайте, чужому навчайтесь и слово нацувайтесь. Так, как есть. Тут очень классные посажены цветочки. Мне очень нравится, так он выгораживает. А я иду в пенсионный фонд. Как уже до этого сказала, к нам сегодня приезжает президент. Я не знаю, что он будет конкретно здесь смотреть. Одну из локаций только знаю. Это новый мост. Я надеюсь, благодаря этому его построят быстрее. Потому что эти пробки по утрам... Но сегодня вы увидели разницу. Жалко, я до этого не снимала. Я не знаю, что сегодня с мостом произошло. Где делся тот поток машин, когда утром обычно в это время пробка километровая. Сегодня все нормально ехали. А также президент после Днепра на самолете почему-то. А не на маршрутке или машине. Странно, почему бы это? На самолете полетит в Кривой Рог, где будут оговариваться вопрос экологии. И вопрос... А, и он еще по городу, по прямому рогу погуляет. Так что, в Кривом Рогу, наверное, повезло больше, чем нам. У нас он только там несколько локаций посетит, и все. Вот, и я иду в пенсионный фонд. За пенсию договариваться. Да ладно, шучу. Мне нужно справки по работе взять. При этом я уже опаздываю. Я надеюсь, там очереди особо нет. Хотя мне кажется, что зря надеюсь. Вот. Вот, сделаю справки, потом поеду на работу. Вот. Поэтому у меня уже нескучные будни начались. Обожаю тоже вот это вот место. И все время иду, думаю, где-то мечтаю. Смотрите, какие листики красивые. Что когда-то из этого места сделают какую-то концертную площадку. И сюда будут приходить люди. Будут петь и танцевать. Так, это мне не надо. Ближайший пенсионный фонд, который я на карте посмотрела, который я, по крайней мере, соображаю, куда идти. Это набережная. Вот. На левой стороне вообще не знаю. Поэтому помню, я уже когда-то ходила у него. Кстати, недолго сидела. Так что сейчас повторим. Тут забег, мне эти две справки надо. Причем очень быстро. Потом, наверное, придется подъезжать. В общем, нескучно у меня будет денечек. Тут, правда, вот я вижу, что все начинается с людей. Когда пихают на президента, говорят, что он что-то не то делает. Вот посмотрите, что делают люди. Все начинается с их людей. Власть властью. Люди как и были, так и остались. Не очень чисто плотные. Так прохладно сегодня с утра. Но сегодня жарче, чем было. Блин, дома там фонтанчик работает. Он уже работает, просто отсюда не видно. Сейчас я спускаюсь, мне так ближе будет. Я решила не обходить. Спускаюсь к оперному. И вверх она будет подняться. И классно будет. Сейчас ничего, никакие театры не работают. Некуда пойти. Скучно. Просто погулять, да, это на пару раз. Но все-таки хочется куда-нибудь сходить. Опять ветер дует. Не знаю, слышно, у меня нет. Я вроде стараюсь громче говорить. Небо почти без тучек. Так, ребята, фонтаны не тут, не возле оперного. Она работает. Так не положено. Вот, я уже подхожу к пенсионному фонду. Но вход, по-моему, с другой стороны. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Днепр. Мой район, вон, вижу уже почти свой дом вдалеке. Недостроенная гостиница. Все как обычно. Давно я тут не ходила. Дома я тут не была. Но абсолютно ничего не изменилось. Ну, разве что клумбы вот эти, которые разные цветочки. А так все одно и то же. Ну, корди про месс. По-моему, с другой стороны. Сейчас пойду вот там, спрошу. Все, я в тот раз сюда зашла. Мне сказали, обойдите. Сейчас обойдем. Если что, вернусь сюда. Пенсионный. Здание, махина. Самое мое нелюбимое по госучреждениям ходить, это то, что там дофига очереди. Люди все злые. Вот это такой минус, как для меня. Ну, будем надеяться, сейчас быстро решу свой вопрос. Не люблю опаздывать, но, наверное, это тот случай, когда я немножко опоздаю. Все, ребята, справку забрала. Теперь все-таки заходить надо с той стороны. Теперь топаю в этот, скажите, я скажу. На остановку, потому что идти я буду дольше, чем... Но срочно надо ехать, я уже опаздываю на минут 10-то точно. Фонтан включили уже. Уже все. Ну, только что зашлаш, но пока справку забирала во всех кабинетах. Говорят, Зеленский приезжает, Зеленский приезжает. Для людей, для кого-то праздник, а для кого-то нет. Ну, красиво так, облагорожено, хорошо сделано. Люблю как-то. Помимо самого здания есть инфраструктура. Правильно, что я, по-моему, называю. Машины все так размеренно ездят. Еще утро. Еще не все проснулись. Вон, сейчас покажу фонтан. Смотрите, какой класс. Особенно, когда ветер подует в жаркую погоду. Вообще огонь. Вам должно быть видно. Все, я до вечера, скорее всего, буду занята. Ребята, тут такую речь толкала шла. И разрядилась камера. Не знаю, что было слышно. Нет. Ой, а тут вода ляпает. Смотрите, какой классный фонтан. Красота. И освежается. Надеюсь, наша вода плохо пахнет. А так все нормально. Блин, так жалко. Шла с вами разговаривала. Рассказывала вам о том, как я люблю Днепр. Благодарила людей. Ладно. Иду домой, гляну, посмотрю, что записалось. Если не записалось, уже дома. Да запишу свою пламенную речь. Но это уже будет вечером. Все. Я подхожу к остановке. Трамвай вон едет сейчас без меня. Они каждые 5-3-5 минут ездят в будние дни. Блин, сейчас справку помну. Вот, кстати, моя вторая батарея. Слава богу, что она у меня есть. Кто очень на солнце быстро садится. Все. Пожелайте, ребятки, мне хорошего дня. Я вам тоже желаю. Так, ребята, посмотрите, какую я вкусноту купила. Хочу вам тоже приятного аппетита пожелать, если вы кушаете что-то сейчас. Это очень-очень вкусно. Мне сейчас много вот такого счастья нельзя, к сожалению. Ну вот, на несколько дней мне хватит. Я думаю, понемножку, понесколько штук, все будет хорошо. Ну как можно было? Я хотела вообще малину купить, но у этой смородины, она постоянно забыла, как ягода это называется, извиняюсь. Ну, у нее вот сейчас такой вкус, как малины. Очень вкусно. Я купила шкребки в это бы посуду смыть. Еще мне сегодня дали вот такую вот газету. Обязательно ее прочту. Ее приятно держать в руках. Такая, знаете, не просто вот как газета-газета, а такая вот глянцевая, что ли. Будут почитать, узнать. Интересно. Вот. И что я хочу сказать. Приезжал же президент, смотрел мост, смотрел аэропорт. И смотрел какую-то объездную дорогу. Вот. И что я хочу сказать. С нашим мэром они заключили пари, что если до 14 сентября мост не достроят, то наш мэр Борис Филатов идет в отставку. Поэтому будем, так сказать, ждать, что в итоге с этого получится. Все, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще не смотрела, что там удалось записать с камеры, что не удалось. Ну, в общем, что будет, то будет. В любом случае, то, что я хотела еще сказать, я скажу. Но, наверное, позже. Все. Пока всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там вот такая будет красная кнопочка. И, конечно же, пишите комментарии. Буду вас ждать. В следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok